привет друзья я рада видеть каждого из вас на своем канале я снова с вами и мой курса 1а2 вернусь сейчас главную страничку чтобы понимали что мы уже с вами на 77 уроке и с чем я вас и поздравляю если вы проходили со мной нелегкий путь с первого урока и все 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 выполняли что я прошу вас на уроках то я уверена уже сейчас у вас есть классный результат но если этого еще нет то еще не конец или пролистывайте назад или еще раз работайте либо если вы чувствуете вам нужна помощь пожалуйста не стесняйтесь обращайтесь контакты все мои есть в описании к этому видео мы вам организуем уроки потому что эта система по которой я сейчас веду вам уроки она существует 2010 11 года и 2012 на основе этой системы я открыла даже свою школу в одессе сейчас мы перешли полностью уже в онлайн потому что это удобно потому что это классно и мы расширили свои границы то бишь неважно в каком городе вы живете вы в любом случае имеете возможность разговориться получить качественные хорошие знания и доброту и душевность моих преподавателей получить свои результаты на которые вы конечно же вы достойны этих результатов все вы уже оглядываясь назад понимаете что уже несколько лет учите все никак не можете разговориться то вперед ребят мы поможем потому что у нас за плечами же огромное количество выпускников поэтому я ручаюсь и свою систему и несу за нее ответственность я знаю точно если даже вы сейчас самостоятельно занимаетесь здесь вот бесплатном доступе вот я сделала от себя такое уже вот видите сколько я уже работаю и только сейчас я уже полностью открыла вам весь занавес потому что появилось уже очень много других направлений и я с удовольствием с вами делюсь вот этим вы можете выучить язык самостоятельно но при условии что вы выполняете все что я говорю вам делать на уроке включая домашние задания также напомню вам о том что к этому курсу есть платные приложения такие как аудио курс который позволяет вам слушая все тренажерные упражнения не просто прослушивание в этом тоже должны принимать активное участие вы там проговариваете в паузы все что я вам говорю записано это моим голосом если он вам нравится здесь он вам понравится и там но это платно это нужно приобретать и все условия будут описаны в комментариях видео либо напишите мне и я вам все это расскажу как его приобрести также можно все при все вот эти вот pdf файлы приобрести одной книгой и в ней даже писать то есть можете потом ее распечатать и в ней выполнять все задания все друзья мои мы переходим к следующему нашему уроку сегодня как вы видите по обложке у нас грамматика чем сегодня займемся проверим домашку естественно и возьмем с вами модальные глаголы уже последнюю мы берем сегодня нит и шоу д а потом нам еще предстоит один урок по ревижен то есть повторим все модальные что мы взяли и дальше мы встретимся с модальными уже более углубленно оставшиеся скажем так 30 процентов разговорных уже модальных глаголов когда там идут супер формы может встретимся с вами на следующем уровне ну что поехали для начала проверим домашнее задание давайте сейчас убираю себя немножечко сюда окей все поехали запасаемся ручками и проверяем он должно быть очень устал и мастбе рита и у них даже яхта есть дейдей и ван хав яхт они должно быть очень богаты дэй маски вверх и ритч ты должен уехать завтра утром дэй хан талли по море муни нитки не должен но я донт вы не должны опаздывать и и мастбе и ли в том случае если это просто жизненно необходимо и это супер важно только в таких случаях мы используем с вами маст тот кто сейчас не понимает о чем говорю либо впервые на моем канале смотрите предыдущие видео там по названиям все будет понятно заходите и также не забывайте заглядывать в описании к видео там прикреплены дополнительные видео объяснялки каждой теме я должен признать что не прав I must confess I am wrong должен отметить что моя жена очень мудрая женщина I must admit that my wife is a very wise woman ты просто обязана купить это платье you must buy this dress иногда вы даже можете you just must buy this dress ну просто ты обязана она должна быть дома сейчас she must be home now пример предположение мои друзья должно быть в парке сейчас my friends must be in the park now вы должно быть очень голодны you must be very hungry должно быть очень трудно решать такие задачи it must be very difficult to solve such tasks вы должны вы должно быть давно его знаете you must know him for a long time предположение должно быть это интересно побывать в греции да очень it must be very interesting to visit greece yes very much мне пришлось делать все самому пошел эквивалент I have to do everything myself всякий раз напомню вам когда вы можете заменить должен на вынужден либо же я понимаю почему я это должен я договорился сам с собой включается have to который изменяется на have to в прошедшем will have to в будущем надеюсь тебе не придется ему напоминать об этом еще раз надеюсь мне никогда не придется делать такую тяжелую работу I hope I will never have to do such hard work тебе приходится делать это каждый день не только по понедельникам ему пришлось работать в прошлые выходные he had to work last weekend ей не придется делать эту работу снова she won't have to do this work again почему мне надо так рано вставать why do I have to get up so early пример вопроса вот так это выглядит мы должны были навестить ее еще раз we had to visit her one more time или another time я не могу тебе помочь сегодня вечером я вынужден остаться на работе и закончить свою статью I can't help you tonight I have to stay at work and finish my article ты можешь пойти завтра к доктору со мной я немного боюсь can you go to the doctor with me tomorrow I'm afraid a little я обещала вам микс что это будет не только упражнение удобненькое по шаблону но также вы будете здесь в этих же домашках встречать уже предложение из прошлых материалов с прошлыми взятыми модальными глаголами что собственно мы сейчас и видим ты не должна бояться все будет хорошо я смогу пойти с собой you don't have to be afraid everything will be ok I'll be able to go with you врач говорит что не должен никуда выходить пока температура не будет нормальной doctor says I mustn't go out until my temperature is normal ребят вот здесь вторая часть обратите пожалуйста внимание вторая часть предложения until это часть условного предложения касающиеся будущего времени значит для нас с вами это что мы оставляем эту часть в настоящем а не говорим until my temperature will be normal это не будет неправильно кто не понял пишите в комментариях мы это обсудим если забыли или вообще не понимаете о чем я говорю говоря условные предложения листайте на прошлые видео и ищите по названию этот материал посидите здесь пока он освободится думаю вам не придется ждать долго видите как интересно здесь собрано собран материал смотрите sit here for a while здесь повелительное наклонение просьба until he gets free здесь мы видим условную часть есть предложение оставляем ее в настоящем но и фраза get free это освобождаться ну и дальше мы видим have to в будущем времени I think you won't have to wait for long если вы хотите хорошо овладеть языком вам надо очень много читать if you want to master the language well you have to read a lot вам нужно будет выучить это стихотворение наизусть к среде you will have to learn this poem by heart by Wednesday думаю у него не будет возможности тебе позвонить в воскресенье так как он будет за границей I think he won't be able to call on Sunday as he will be abroad так как as he will be abroad так хорошо нам не разрешают болтать на уроке так что сохранять тишину we are not allowed либо we aren't allowed to talk on the lesson so keep silence можно мне воспользоваться твоей ручкой моя плохая may I use your pen mine is bad я не могу найти зонтик на улице льет как из ведра а я вынуждена промокнуть I can't find my umbrella it's raining cats and dogs and I will have to get soaked друзья моя отличная фраза промокнуть до нитки to get soaked выписывайте ее себе если вдруг не нашли ее пока писали это упражнение ну и конечно же знаменитая фраза льет как из ведра британская мы здесь ее используем it's raining cats and dogs окей проверяем и сейчас смотрим на свою работу прошу прощения так продолжаем далее перед вами сейчас полностью все упражнение целиком только на английском сейчас конечно же я вам его озвучу для тех из вас кто любит чтобы все было идеально вы можете переписать свою работу и сделав при этом работу над ошибками посмотреть внимательно тетрадочку делим пополам и дальше от того что вы только написали потом проверили на этом работа с упражнением не заканчивается я никогда не устану вам повторять одно и то же если вы на самом деле стремитесь к тому чтобы ваша речь английская была беглой чистой правильной и легкой вам просто необходимо обеспечить ваш мозг определенными связками связки предложений когда мозг перестает думать о том почему он сделал это именно так эти связки позволяют вам говорить легко не составляя каждый раз предложение а действительно его как будто бы вот как будто песни из себя как будто бы извергать да легко вот так вот льется когда ребята именно вот такие упражнения и позволяют вам наработать эту беглость но для этого нужно с ними качественно проработать каким образом я сейчас вам напомню сейчас давайте я немножечко себя подниму то уж я там совсем спряталась давайте сюда мне поставим так ребят смотрите значит делим тетрадку пополам здесь на английском написано здесь на русском для начала начинаем работать с английским языком красиво его читаем несколько раз так чтобы вы сами себе понравились и переводим его полностью с английского на русский не по предложениям а прочитал перевел прочитал перевел а вот прям целиком прочитали бегленько прочитали потом перевели все это упражнения сами себе понравились переходим на 2 часть работа с русским текстом далее вам необходимо переводить это упражнения медленно первый раз сверяет тщательно с английской частью с правильным переводом 2 раз вы переводите это упражutta компания жизни уже все меньше под карто живете туда вливую часть от третий раз вы уже не подглядывай летить четвертый раз вы проходите постепенно на ускорение Пятый раз вы смело ускоряетесь и нравитесь самим себе. Если вам необходимо сделать работу такую не 5 раз, а больше, то сделайте ее, да, то есть кому? У каждого свое. Но то, что это не меньше 5 раз, это точно даже для гения. Хорошо, а сейчас я вам его озвучиваю. Да, кстати, для тех из вас, кто уже купил у меня аудиокурс, ребят, используем также аудиокурс параллельно с подготовкой. И потом, когда вы уже подготовили или вы там делаете паузу, ходите и слушайте, вместе со мной прорабатывайте. Не молчите в паузу, обязательно работайте. А мне мало паузы, вот мне написал человек, который приобрел курс, а мне мало паузы, что делать? Ставить на паузу. Ставить на паузу первый раз, второй раз стараться быстрее, третий раз уже вы не будете ставить на паузу, четвертый раз из вас это будет вылетать. Договорились? Поехали. 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 к новым двум модальным глаголам, они очень простые, но очень эмоциональные, точно вы оцените. Итак, все модальные глаголы это отдельная часть языка, это элита английского языка, и они находятся, так скажем, в пентхаусе, это олимп, уже выше только неба, да? Почему я так про них говорю? Потому что они правда ведут себя как особые, как избранные, они на самом деле независимые, independent, это значит, что они не требуют к себе никаких вспомогательных глаголов, то бишь они сами собой делают вопросы, сами собой делают отрицания и так далее, то есть им никто не нужен на самом деле, они даже не меняют форму, когда речь идет о he, she, it, у них по сути есть, конечно, форма континиуса и перфекта, но она строится не с помощью них, а с помощью самого континиуса и самого перфекта. Второй момент. Модальные глаголы не терпят возле себя частички to, то есть они используют инфинитив, но без частички to. I can jump, he can help me. Третье. У них нет будущего. В каком смысле так громко это звучит, так прямо как-то как вердикт какой-то, да, как приговор. На самом деле все не так страшно, просто вы никогда не встретите will can, will must, will may и так далее, то есть не будет будущей формы у самих модальных глаголов. Но при этом для того, чтобы выразить эту же эмоцию в будущем времени, а в некоторых случаях и в прошедшей форме, таких как must, к примеру, который просто не имеет прошедшей формы, мы активно используем их эквиваленты. Давайте повторим, что мы уже знаем и какие модальные глаголы, вернее, мы знаем и какие у них эквиваленты. Значит, если мы берем модальный глагол can, первое это характер, эмоция, я могу, я умею, я молодец, если не умею, то научусь, справлюсь, я молодец. I can, у него есть прошедшая форма could, я мог. Также помните, что could используется в корректной такой очень супер, супер polite форм, когда вы не могли бы мне передать, пожалуйста, соль, или могли бы вы мне помочь. Could you help me? Вот так это используется. Дальше мы с вами активно используем эквивалент ему to be able to. I will be able to help you tomorrow. Мы уже с вами встретились в этом, в домашке с этим. Далее may. May это парень, который тоже может, но потому что ему разрешают. Это запрос на разрешение, утрированно. То есть may I help you? Можно я вам помогу? Вы мне разрешите это? Можно я возьму твою ручку? Можно мне войти? Нельзя, you may not. Нет отдельного слова нельзя, вспоминайте, поэтому мы используем may not. У него, конечно же, есть прошедшая форма, это might. И также напоминаю вам о том, что у модальных глаголов есть вторая функция. Первая это модальность, то бишь характер и эмоция, а вторая функция это предположение. Да, то есть, возможно, они сейчас дома. И это не слово maybe, к которому мы так привыкли. Да, существует слово maybe, мы его иногда используем, и не иногда даже, но если вы хотите сказать, что что-то более крутое, что-то более приближенное к носителям, то абсолютно вы станете использовать вторую форму, вторую форму, вторую в смысле функцию модального глагола may, как возможно. И как это работает? He may be, отдельно, he may be rich. А вместо be я могу поставить другой глагол, действие, например, возможно, она спит. He may slip. Вы поняли? То есть, это уже не maybe, а may идет как будто модальный глагол, но из контекста вы понимаете, что это предположение. Хорошо, следующий модальный глагол, который мы... А, да, простите, эквивалент, эквивалент may, это to be allowed to, это быть разрешенным, мне разрешаю. Это не что иное, как обычная пассивная форма глагола allow, позволять. Не allow, а allow, позволять. Итак, I allow you to go there, я разрешаю тебе пойти туда, но мне разрешают, I am allowed to go. После эквивалента вы ставите to с инфинитивом. Это же не модальный глагол, только после модальных глаголов нет to. А тут это обычные глаголы, соответственно, работают все остальные правила, все обычные наши правила грамматики. Значит так, смотрите, еще раз. Мне не разрешили вчера пойти в кино, то есть, мне нельзя было пойти вчера в кино. I wasn't allowed to go to the cinema yesterday, окей? He will be allowed. Ему разрешат, я уверен. И эквиваленты настолько активны, что они могут использоваться уже и в настоящей форме. И уже если говорить про эмоции, напомню вам о том, что да, я всегда вам пропагандирую то, что модальный глагол это эмоции, но при этом, при всем, друзья мои, иногда, а даже чаще, а не иногда, сами эквиваленты, они гораздо порой эмоциональнее самих модальных глаголов. Вспомните только to be able to. Вы вспомните, когда я вам говорила, я не в состоянии больше работать. И в чем разница между I can't work anymore, либо I'm not able to work anymore. И что же из этого будет более эмоционально по итогу? Конечно же, to be able to, окей? Так, и мы взяли на прошлом уроке must в грамматике, да? Must – это очень серьезный эмоциональный глагол, когда ты должен вплоть до обязан. Прямо непрекословно. И, конечно же, его в контексте, там, ты должен мыть посуду, или ты должен уважать старших, или ты должен зарабатывать деньги, обеспечивать свою семью, не использовать, потому что это просто неприлично. Это нагло, ребят, ну, кто вы такие, чтобы друг другу говорить, что кто обязан или должен. Но при этом есть более мягкая форма to have to, которая обозначает я вынужден, но ты же понимаешь, почему ты должен это делать. То есть you have to wash up, you have to provide for your family. И это уже совсем другая история, правда же? Так, есть. Следующий момент в must. У него также есть вторая функция предположения, она более сильная, чем may. Должно быть она дома. Уже не может быть, а должно быть она дома. He must, she must be at home now. Или she must, давайте в continuous попробуем. Должно быть, сейчас она принимает душ и не слышит, что мы пришли. И тут мы слышим, как будто вода течет. И да, вот мы прям... She must be taking a shower at the moment. Или почему так тихо? The child must be sleeping. Ребенок должно быть спит. Вот вам должно быть как предположение. Это очень круто. Сегодня речь пойдет о новых двух модальных глаголах. Это need и should. И я вам просто... Я вас уверяю, вы влюбитесь в should сегодня. Я просто вас уверяю. До тех пор, пока я когда-то, вот когда учила английский, не знала этот модальный глагол, все-таки have to мне было как-то недостаточно. Все-таки как-то я... Может быть, мне не свойственно так разговаривать с людьми, позиции, ну, ты же понимаешь, что ты должен или там тебе там... Понимаете, вот что-то мне там все-таки как-то настораживало. А вот когда у меня в арсенале появился should, моя жизнь просто засверкала. Я уже столько говорю на should. И, кстати, мне тоже кажется, что у американцев и англичан это самый распространенный по использованию модальных глагол. Вот прям честно. Но давайте обо всем по порядку. Давайте начнем с вами все-таки с need. Ой, друзья мои, сегодня вас ждет очень интересная история про need. Я его очень люблю. Все дело в том, что need это... Ну, это я так его называю, я его очень люблю. Я его называю Прометеем. А почему Прометеем? Ну, вы же знаете историю про Прометей, да? Который настолько полюбил людей, что спустился к ним с Олимпа и даже дал им огонь, да? Идя вопреки Зевсу. Просто вот вопреки всему. Настолько он ослушался своего главного бога, да? Что вот он... Значит, твое имя... И он такой, знаете, он прям сам хотел быть человеком, мне кажется. Ну, собственно, чего и добился, да? То же самое практически произошло и с need. Изначально need был модальным глаголом. Со всеми привилегиями, со всеми... Слушайте, я училась в институте, и мы прямо на экзамен готовили этот need как модальный глагол только. То есть тогда еще вот как бы... Когда мы только-только слышали о том, что вы знали, что need больше не модальный, это звучало как... Не знаю, там, когда королева Англии умерла, и мы вот все были в шоке, да? Или когда Майкл Джексон умер. И мы такие, в смысле? В смысле need больше не модальный глагол? Как это? Как жить дальше? Как же так? Вот такая, у нас это была шокирующая новость и информация. Что же произошло? Почему так стало происходить? Да, need был модальным глаголом. И сказать о том, что он не ценил своих, там, королевских привилегий, элитных таких привилегий. Ну, например, у тебя, у тебя рядом с тобой не стоит всякий too, ты такой свободный, такой весь корононосный, да? Например, тебе не надо никаких, там, помощи от кого-то, ты сам делаешь вопрос, сам делаешь отрицание. Ну, наверное, самое главное, у тебя есть слуга, помощник, твой эквивалент, который идет за тебя туда, куда тебе не хочется. Понимаете? И вдруг need спускается вниз и видит simple, и такой, о, боже, какие люди, какие классные. Мне студентка одна предположила, скорее всего, он влюбился в кого-то из simple, да, в кого-то из глаголов, и, соответственно, принял решение, что вот все-таки он больше хочет быть обычным глаголом. Ну, конечно, об этом узнал, скажем так, какой-то управитель грамматики, и в итоге лишил его всяческих привилегий модальности. Раз уж ты хочешь так быть сильно простым, то и будь им, да? Свято место пусто не бывает, и на его место с удовольствием пришел shall, который так хорошо занял его место, но, правда, без эквивалента. Слушайте, а знаете, какой был эквивалент у глагола need? It's necessary to, necessary – это необходимо, мне необходимо будет что-то сделать. И раньше было так, как мы сейчас увидим на страничке. Смотрите, значит, видим примеры need, основное – это need, вообще это need – это нужда. Вот недаром он Прометей, он, собственно говоря, закрыл с собой нужды простых людей, да, простых глаголов. I need some water, мне нужна вода, мне нужна вода. We need a lot of money. Здесь вообще непонятно, он модальный или он немодальный, нам вообще здесь, честно, по барабану, потому что у нас нет глаголов, и мы не можем проследить. То есть он несет с собой смысловую функцию. Need – это нуждаться, то есть я нуждаюсь в воде. Мне нужна вода, мне нужно много денег. А вот вам второй пример, смотрим второй пункт, need – в позиции модальности. It's necessary to, то, о чем я вам говорила, раньше его был эквивалент. Теперь смотрите, раньше это выглядело так, сейчас тоже иногда это попадается, но просто настолько уже редко, что сейчас это даже вызовет какой-то резонанс. Значит, I need go – мне нужно идти. Видим, как модальный глагол после себя не имеет to. Окей. Дальше, need he talk to you? Yes, he need. Он, ему нужно с тобой поговорить? Да, ему нужно. Но, need – как нормальный глагол. Смотрим третий пункт. We really need to go right now. Что мы видим? Это обычный глагол. Нам действительно нужно уходить или ехать прямо сейчас. Просто, ребят, обычный need to go. Смотрим вопрос. Это еще доказывает, что need стал простым. Do you need to earn so much money? I don't. Тебе действительно нужно зарабатывать так много денег? Нет. Видите? I don't. Никаких I needn't. But my wife needs me to earn a lot. И мы видим еще одно доказательство того, что need стал обычным глаголом, потому что в третьем лице он, она, оно, он имеет свой хвостик. Вот ваш S. But my wife needs me to earn a lot. Но моей жене нужно, чтобы я зарабатывал много. She needs to eat something right now. Ей нужно съесть что-нибудь прямо сейчас. Все, ребят, с need вы поняли. В основном мы будем работать с ним, как с обычным глаголом, который несет с собой смысл нуждаться. А теперь третий. Почему третий, если четвертый пункт? Ну, ладно, бог с ним, тут не столь важно. Ребят, берем глагол should. Should, что мы видим в скобочках? Мы видим advice, recommendation. Совет или рекомендация? Should – это пальчик, который нам указывает, как нам лучше поступить. Который нам что-либо рекомендует. Это бабушки на скамейках, которые нам всегда знают, что лучше для нас. Тебе не следует так говорить. Ты не должен так работать много. Ты должен одеть шапку и так далее. А сейчас я думаю, что у вас происходит в голове каша. Подожди, ты сейчас говоришь нам должен, не должен, хотя должен – это must. Или have to. Или тебе нужно одевать шапку, а это need. Почему же тогда везде тут будет should? А давайте мы с вами каждому глаголу распределим еще раз эмоциональную полочку. Итак, да, модальные глаголы сейчас, когда они у вас уже в полном объеме в вашей корзиночке, сейчас начнутся трения в некоторых местах. И тут каждый раз своим студентам я говорю, Ребята, если вы мне сейчас докажете, что здесь именно этот модальный глагол с точки зрения какого-то контекста, то я вам поверю, и мы оставим это не как ошибку, а как ваше мнение, если это будет аргументировано. Почему я так говорю? Да потому что тут зависит от того, что конкретно вы имеете в виду. И здесь, к сожалению, русский язык играет для нас с вами совсем не лучшую роль и вовсе нам не помощник. Потому что если мы будем переводить тупо, как мы говорим в русском, то у нас все будет с вами must. Реально, ребят, у нас будет либо must, либо need. Но, скорее всего, это какой-то менталитет, знаешь, как ментальность языка. То есть мы действительно указываем всем, говорим, что должен делать, или мы себе говорим, что должен, и в чем я нуждаюсь. А на самом деле спектр гораздо больше. Смотрите, друзья, вслушайтесь в это. Я вам сейчас проведу разные, в основном, что трется. Давайте так, что между собой имеет трение? Имеет трение need, have to, либо must, либо should. Вот эти три модальных глагола будут между собой, скажем так, оспаривать первенство. Итак, смотрите, допустим, мне нужно идти. Я не уверена, что это мне нужно идти. Я могу сказать I need to go, я могу сказать I must go, я могу сказать I have to go, и я могу сказать I should go. В каких ситуациях будет что конкретно? В русском ничего при этом меняться не будет. Вы всегда будете видеть вот это, мне нужно идти. Тогда речь идет о глубже копании. Давайте смотреть на эмоцию. Значит, вы говорите, мне нужно идти. А, мне нужно идти, потому что, господи, мне холодно. Мне холодно, я нуждаюсь в том, чтобы отсюда уйти. Я не могу больше. Мне нужно. Мне это нужно, потому что я сейчас просто вот умру здесь. Прямо, понимаете? Ну, не могу я просто. Это какой-то кошмар. Понимаете, о чем я? То есть, I just need to go, я нуждаюсь в этом, потому что мне надо в туалет. Слушайте, ну мне надо идти, ну отпустите меня, пожалуйста, да? Второй момент. I must go. Я обязан защищать Родину, я обязан помочь сейчас кому-то, я обязан, потому что это вопрос жизни и смерти. I must go. I have to go. Я должен идти, потому что мне завтра рано вставать, мне нужно там, я забыл кошку покормить. Понятно, что сейчас ничего не случится, но я понимаю, что я должен идти. I have to go. И I should go. По-моему, мне следует уйти. Начинают при вас кто-то ругаться. И вы понимаете, что вы здесь лишние. И вы такие, по-моему, мне пора, по-моему, я должен идти. Окей, окей, I should go. I should go. Видите, should, он как будто бы рекомендация даже самой себе. Учитель вам на уроке говорит. У вас, смотрите, как в русском, да, мы говорим. Вы должны выучить эти слова на понедельник. Учитель вам говорит must, только если он плохой. Учитель, который очень строгий, который вообще не имеет права так общаться с людьми. You have to звучит как-то обреченно. You have to, то есть, ну, вы понимаете, да, что вы вынуждены будете выучить эти слова, потому что если вы их не выучите, то вам будет капец на тесте. Допустим, допустим. You need to learn these words. Ну, вряд ли какой-то студент нуждается в том, как в воде, в том, чтобы выучить слова к среде. Но если это хороший учитель, который действительно вас волнуется, он даст вам рекомендацию, которая выглядит очень polite, очень вежливо. You should learn your words by Wednesday. Понимаете? То есть, should будет использоваться, когда вы даете совет или рекомендацию кому-то, даже если это себе. Мне кажется, мне надо вставать раньше. Надо, needed. Ты действительно в этом нуждаешься. По-моему, твой организм нуждается во сне. Но ты сам себе говоришь, что I should wake up earlier, because I'm, допустим, потому что, вот, потому что, когда я собираюсь на работу, мне нужно было еще быть зарядку делать. Не помешало бы, правильно? То есть, я даю рекомендацию самой себе. Поэтому говорю, I should, I should. Я понимаю. Или, I shouldn't, I shouldn't wear, I shouldn't buy so many things. Вот, прям, я не должна покупать так много вещей. Не потому что я не вынуждена их покупать, а потому что я даю рекомендацию самой себе, что, слушай, ну, Наташа, тебе не следует покупать так много вещей, потому что, ну, ты не успеваешь их просто носить, потом выбрасываешь. Понимаете, да? Вот так. Так, хорошо, смотрим примеры. I think I should go. Думаю, мне пора. Думаю, мне следует идти. You should be less demanding with her. Тебе следует быть менее требовательным к ней. А в русском языке, в разговорном, вы услышите, ты должен быть менее требовательным, и тебе нужно быть менее требовательным к ней. Вот это нас смущает, понимаете? Сама формулировка по-русски нас иногда вводит в какой-то, ну, ступор, потому что мы не понимаем. Подожди, нужен, значит, нет, должен, значит, масс. Ну, было бы так проще, правда? Но допускайте, пожалуйста, что это разные культуры, разные языки, соответственно, мы допускаем, что у них это по-другому. Поэтому не слепайте все и не ориентируйтесь на свой родной язык. Когда учите другой язык, ориентируйтесь на все, на их культуру, на их особенности и на их язык в первую очередь. Поэтому с английского переводить легче, с русского на английский переводить сложнее, нужно понимать контекст. He shouldn't arrive so late. Ему не следует приезжать так поздно. What should I do? Ой, так часто в песнях это. What should I do? О, Боже, что я должна делать? Что же мне делать? Что же мне следует делать? И так далее. Все, ребят, работаем в практике, потом даю домашку на следующем уроке. И вообще жду вас с вопросами в комментариях. Что было непонятно, все разберем. I feel hungry, I need some food. Я чувствую голодность себя, мне нужна еда. I'm thirsty, I need some water. Я хочу пить, я жажду еще, мне нужна вода. Bring me a glass of cool water. Принеси, пожалуйста, мне стакан прохладной воды. You need to study English more. Тебе нужно, то есть тебе нужно, это твоя нужда, ты нуждаешься, это не рекомендация. Тебе нужно учить английский больше. I need some more food for the party. Мне нужно больше еды для вечеринки. I need to finish this work because I need money. Мне нужно закончить эту работу, потому что мне нужны деньги. I need to wait for him because I need to talk to him. Мне нужно подождать его, потому что мне нужно, необходимо поговорить с ним. Do you need my help? No, I... Yes, I need. Тебе нужна моя помощь? Да, нужна. I don't need to go to work today. А мне не нужно идти на работу сегодня. Не нужно, нет нужды. She doesn't need to cook today. They are going to the restaurant. Ей не нужно сегодня готовить. Нет такой необходимости. Они собираются в ресторан. You should know how to raise your children, not to be losers. Ты должен знать, тебе следует знать, как raise your children, это как поднимать детей, это воспитывать детей. Воспитывать своих детей так, чтобы они не были неудачниками. You shouldn't give your children everything they want. Тебе не следует давать своим детям все, что они захотят. She shouldn't laugh at him when he says bad words. Ей не следует смеяться над ним, когда он говорит плохие слова. I should take my child to the cinema with me. Я должна взять своего ребенка в кинотеатр с собой. I should не следует. Может быть, там что-то для него будет важно. Я даю рекомендацию самой себе. We should leave a message for him. Нам следует оставить записку для него, в смысле сообщение. Should we wait for him? Нам следует его подождать. I suppose we should, if we need his help. Предполагаю, что нам следует это сделать, если нам действительно нужна его помощь. You should watch this wonderful movie you will never regret. Ты прям должен посмотреть этот удивительный фильм. Тебе следует. Это моя рекомендация тебе. Ты никогда не пожалеешь. You should be careful outside today. Тебе следует быть осторожным на улице сегодня. I should wake up earlier every day. Мне следует просыпаться раньше каждый день. If you want to become a millionaire, you should work hard and study hard all the time. Если ты хочешь стать миллионером, ты должен работать упорно и учиться упорно все время. Это моя тебе рекомендация. Это мой тебе совет. Поэтому я говорю should. It's hot. I should open a window. Жарко. А мне следует открыть окно. He should inform her about that. Ему следует проинформировать ее об этом. You should come home in time. Ты должен приходить домой вовремя. Тебе следует это делать. Это мой совет. Видите, пальчик, 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 пальчик. Все время пальчик, пальчик, как рекомендация. Умнички. Все, сейчас быстренько прочитаем его, переведем его с русского на английский. Вы остановите, перепишите к себе в тетрадку, поработаете с ним. Даю домашку и обнимак. И будем обнимакаться. I need to finish this work because I need money. I need to wait for him because I need to talk to him. Do you need my help? Yes, I need. I don't need to go to work today. She doesn't need to cook today. They are going to the restaurant. You should know how to raise your children not to be losers. You shouldn't give your children everything they want. She shouldn't laugh at him when he says bad words. I should take my child to the cinema with me. We should leave the message for him. Should we wait for him? I suppose we should, if we need his help. You should watch this movie. You should watch this wonderful movie. You will never regret. You should be very careful outside today. I should wake up earlier every day. If you want to become a millionaire, you should work hard and study hard all the time. It's hot. I should open the window. He should inform her about that. You should arrive home. Либо you should come home. End time. И так же подходит онтайм. Все, мои хорошие друзья, вы умнички, работайте с этими упражнениями, с этим упражнением пополамчик. Здесь на английском, здесь на русском. И прорабатываем, вырабатывая связки. Заставляйте себя работать так, как в спортивном зале. Если вы действительно хотите master the language very well. Окей, вот ваше домашнее здание. Сейчас я уберу свой прекрасный образ сюда, чтобы вам не мешать. Сейчас, друзья мои, делаем скрин, либо ставим на паузу и работаем с этой домашкой. Для тех из вас, у кого есть книги, просто открывайте эту страничку и работайте. Кстати, там для вашего удобства, там будет такой, как... Ну, это тоже меня еще отговаривают от этого, если честно. И ладно, не буду говорить заранее. Давайте, уже когда я что-то изменю, тогда по факту вам скажу. Пока не хочу, потому что сама не уверена в этой фишке. Друзья мои, делаем домашку, пишем мне комментарии. Обращайтесь в описании к этому видео, потому что там вот вам вторая часть, пока я болтаю. А вы фоткайте. Сейчас, извините. Вот. Друзья мои, фоткайте вторую часть или ставьте на паузу и работайте. Так, мои хорошие, обращайтесь, пожалуйста, в описании к видео, потому что там есть ссылка на грамматическое объяснение у доски. С не очень хорошим звуком, но прекрасным объяснением, если у вас вопросы. И пишите, спрашивайте, не стесняйтесь. Все, друзья мои, я вас поздравляю. Сейчас прям буду вас поздравлять вот так вот так. Все, вот она я, никуда не пропала. Ребят, горжусь вашими результатами. Вы большие молодцы, вы двигаетесь к успеху, у вас все получится. Вы будете зарабатывать большие деньги, путешествовать по всему миру, заводить себе друзей с разных стран, общаться, переключаясь по телефону, и пусть вам весь мир завидует. Ваши родственники, когда вы На красивом английском будете говорить прям параллельно с кем-то, и это будет супер круто. Вы сможете найти новые возможности для себя и для саморазвития. И это супер, запомните, самое лучшее получение информации от первоисточника. И если вам захочется почитать книгу на английском языке, вы теперь сможете это сделать, потому что вам не нужно будет терпеть правильный или неправильный перевод. А особенно это касается дубляжа фильмов. Наконец-то вы сможете позволить себе услышать истинные голоса ваших любимых актеров. Это супер круто, ребят, это супер круто. И мы с вами к этому придем, я вам это гарантирую. Если вы мне гарантируете выполнение всего того, что я вас прошу делать на уроках. Сила, друзья, прощаюсь с вами, обнимаю, люблю, горжусь. Встретимся на следующем уроке. Пока!